здравствуйте друзья в эфире дачи не советы луна начала убывать и велит сажать корнеплоды будем сеять свеклу на рассаду для того чтобы летом использовать ее и в борщах и великолепным свекольном квасе для посева свеклы выбрала мой любимый скороспелый сорт detroit нере один из самых сладких имейте это в виду и хранится он великолепно вот я его дважды буду сеять один раз сейчас для высадки через месяц подросшие рассады вместе с этими таблетками в теплицу и второй раз в конце июня но уже для зимнего хранения сесть буду в таблетки очень удобно сухие таблетки теперь заливаю раствором торф и геля плодородия сибири метр вариант очень понравился и обеззараживание происходит и питание сразу хорошее поэтому быстро все всходит в таких таблетках потому что корневая система у проснувшихся семян очень быстро разрастается тут и стимуляция растения происходит иммунная система подкачивается очень хороший вариант на литр теплой воды температура 30 градусов беру кладу чайную ложку торфогеля плодородия сибири посеяли заделали на глубину двух сантиметров сверху обязательно немножко нужно ложкой отнять присадить чтобы при сходах семена сбрасывали семенные камеры стекла без проблем живет под томатами в теплицах поэтому используйте этот способ я им пользуюсь уже много лет посадил дед репку а также картошку капусту морковку лук и собрал он осенью раньше чем у вас сосед конечно большой и вкусный урожай потому что торфогелем плодородия сибири поливал терфогель плодородия сибири природное удобрение для здорового урожая я получила в подарок цветы анимоны лилию и 5 сортов различных роз здесь и парковые это махровые шиповники которые не надо укрывать на зиму цветут два месяца обильно весь вкус да еще и душистые это и конечно самые красивые розы изысканные чайно-гибридные мои любимицы флорибунды почему я их люблю высотой до 80 сантиметров роскошный куст который в отличие от чайно-гибридных не умолкает ни на минуту и весь усыпана хапками соцветий красивейших и часто душистых цветов поэтому флорибунда очень красиво смотрится вдоль дорожек потому что хорошо держит форму кроме этого существует конечно вы все это знаете уже не редкость это в наших садах плетистые розы палеантовые маленькие и так вы принесли роза домой ведь что не уже проснулись и их нужно срочно пересадить что делаете берете раствор торфогеля плодородия сибири на 5 литров кладете 10 столовых ложек торфогеля и на ночь можете погрузить полностью всю корневую систему роз клематисов и там других кустов любые какие вы сейчас будете покупать для того чтобы корни насытились влагой внимательно осматриваем корневую систему видим что вот один корешок был подломан при упаковке мы его должны обязательно удалить можно остальные концы слегка подрезать обновить чтобы они лучше качали питательные вещества сколько обрезать корни вот смотрите длина или высота корневой системы должна равняться высоте надземной части но здесь вот все идеально поэтому приступаем к посадке илья а идем помогать для посадки мы возьмем пластмассовое ведро у которого есть отверстие внизу обязательно такой почвы смесь я беру да такой уж как для вращения рассады то есть туда пошел у меня вел торф как основа столько же огородной земли туда целый мешочек двухлитровый берете либо биогумуса либо сапропеля это и другой перегной и тот другой показывает себя сны лучшей стороны вот что у вас есть то и кладите ну и конечно для рыхлости доложил еще вермикулита все почвы смесь обеззаразила препаратом востока м1 неделю все это постояло и готова к посадке сделали холмик по центру ставим сюда саженец расправляем его корни обязательно чтобы никаких загибов вверх вот так вот подсыпая землю илья подсыпаем и уплотняем подсыпаем и уплотняем поливаем слабым раствором биогумуса почва смесь уплотнилась и надо еще подсыпать сюда вот так все вот теперь уже будет достаточно ну вот красота то какая теперь хоть до июня пусть стоит растет куда пойдешь расти в теплицу там стало тепло а что делать вот с этими клематисами которые уже и бутоны даже набрали давайте внимательно посмотрим вот на это кашпо если вот из дырок в дне выходят корни растения значит клематисы выращивались в этом кашпо это лучший вариант так теперь нам надо его достать оттуда извлечь и пересадить более просторную емкость хорошая корневая смотрим так обрезаем слегка корни которые были наружу вот они подсохшие которые выходили из дренажных отверстий вот я срезала видите белые срезы живого корня хорошо замачиваете опять растение на 2 часа в торфы гели плодородия сибири после этого у вас будет вот такие чистые красивые корни смотримся не целенькие все живые поэтому так бурно и начали распускаться растения примеряю клематис умеется ли он здесь но если вот так вот пониже его опустить то уместятся во всяком случае здесь лучше так сажаем так же как и розы только вот с этой шевелюрой надо разобраться так часть шевелюра предлагаю убрать мы сейчас вот это вообще обрежем можно оставить вообще один вот этот вот побед я надеюсь что главный принцип вы поняли обрывайте и не жалейте чем будет меньше верхняя часть тем быстрее начнут работать корни восстановятся вершки лишь бы были живы корешки сажать будем также как и розы в такую же почву смесь надеюсь что сделаете это самостоятельно компания спарк и магазин и коробейник предлагает саженцы роз и клематисов более ста сортов полуковицы цветов картофель семенной лук севок из голландии грунты марки велторф удобрения регуляторы роста и все необходимое для сада и огорода телефон для справок 270 0043 но и самое главное конечно следите за тем чтобы рассаде корням рассады было не тесно в том домике том горшочки в котором она у вас выращивается вот февральского посева рассаду пришло время перевалить из рассадных горшочков на 300 миллилитров вот такие большие емкости самые высокорослые томаты пойдут трехлитровый кашпо а полудеты так называемая не ну полтора метра высотой вырастают вот в двухлитровый кашпо и представляете сколько мне теперь нужно подготовить почвосмеси для выращивания этой армады мне нужно перевалить 20 кустов высокорослых томатов 20 кустов перцев февральского посева и три куста баклажанов я посчитала минимум 4 а то и и 5 ведер почвосмеси мне понадобится поэтому беру большие упаковки магазинной почвосмеси добавляю туда столько же своей огородной земли ну раз добавили свою землю грунт стал тяжелым плотным надо еще добавить сюда вермикулита но чего-нибудь вкусного либо сапропелли либо биогумуса сапропелли осталось совсем немножко я уже по чуть-чуть экономлю экономлю но мне же нужно было помнить обновить землю во всех этих больших кашпо где стоят вот герани вот посмотрите как цветут остальных вот я все цветы то убираю 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 а этот вот отпустила узнать какое чудо землю не меняли использовалась старая но как только подложила туда полтора литра сапропелли сверху небольшим слоем 2-3 сантиметра узнать как цветы то пошли очень хорошо работает очень довольна это сапроверм активированный сапропелли с обогащенным вермикулитом чем вермикулит но замачивают наверное его в каком и полном комплексном удобрение так что здесь есть и азот и фосфор и калий микроэлементы все здесь есть здесь есть и полезные микробы поскольку это природные со дна озера перегной добавлю биогумуса моего любимого все время его намешиваю в теплую водичку и поливаю ну вот теперь спинным мозгом чувствую что здесь теперь и питания органического достаточно вот в такую почву смесь через неделю будем пересаживать томаты перцы баклажаны февральского посева в большие кашпо фирма экоастра региональный представитель компании фаска по самарской области предлагает большой ассортимент торфогрунтов кокосовые субстраты цепропель нескольких видов торфяные таблетки удобрения есть много новинок адрес фирмы город тольятти улица победа 10 телефон 22 57 89 22 57 89 биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефонам самаре девятьсот семьдесят два 70 95 и девятьсот двадцать пять восемьдесят четыре тридцать три тольятти шестьсот семьдесят девять ноль девяносто четыре теперь нужно обеззаразить почву смесь моим любимым препаратом востока м1 можете работать у кого-то есть байкал м1 у кого-то фитоспорин микробных препаратов много вот так вот очень теплым раствором еще раз подмешали все это сложили в черные мешки туго подвязали чтобы воздуха поменьше оставалось микробы это не любят и поставили в теплое темное место хотя бы на неделю а лучше бы на 2 это уж точно обеззаразиться это самая распространенная ошибка дачников сделали забыли завтра надо пикировать почва смеси нет и пикируем почву не подготовленную несозревшие не обеззаражена поэтому и корневые гнили поэтому и черная ножка и больная рассада через неделю пойдем в теплицы сеять будем уже редис петрушку укроп салаты и шпинаты все холдостойкие культуры подготовьтесь купите семена и еще совет тем у кого не зашли семена томатов перца баклажаны но перцы баклажаны уже поздно а вот скороспелые сорта томатов конце марта в начале апреля можно еще сеять какие выбрать слушаем советы лариса игорь намаланиной здравствуйте друзья в конце марта начале апреля делают посадки томатов те дачники у кого нет теплиц и кто будет высаживать их в открытый грунт для этого варианта подходит низкоросты скороспелые сорта которые начнут созревать в начале июля начнут засолочных томатов это гибрид каспар и каротинка у обоих обильное и длительное полудоношение посынковать их не нужно очень хорошо они будут смотреться в банке вместе томат розовая ляна очень популярный сорт у дачника всем нравится вкус сочных сладких плодов и возможность целеноплодного консервирования добавьте к этому высокую урожайность до 7 килограмм с квадратного метра и устойчивость к целому ряду заболеваний а также раннеспелость сорта и всем станет понятно почему сорт ляна так любят дачники плоды томата оранж немного крупнее чем у ляны до 150 грамм но тоже пригодны и для консервирования и для потребления в свежем виде ляна и оранж будут отлично смотреться в одной банке еще назову два популярных сорта с высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами это славянин и перцевидный низкий их и покушать одно удовольствие и в засолке хороши томаты сорта славянин могут храниться до двух месяцев не теряя товарных качеств а сорт перцевидный один из самых устойчивых к заболеваниям а теперь я хочу перейти группе скороспелых томатов обладающих устойчивостью к фитофторе напоминаю что с 20 марта начался астрологический год луны поэтому может быть дождливое лето и вспышка фитофторы на картофеле и томатах поэтому при выборе сорта или гибрида внимательно почитайте информацию на обратной стороне пакеты и приобретайте фитофтор устойчивые сорта такие как ультра скороспелый и спиридон гунин и золотое сердце ультра ранний томат загадка маленький куст но с довольно крупными плодами массой до 100 грамм имеющих прекрасные вкусовые качества и сильный помидорный аромат который мы уже почти забыли выращивая иностранные гибриды северная малютка имеет дружное и обильное плодоношение уже через 80 дней после всходов и за счет такой ультра скороспелости успевает отдать урожай до вспышки фитофторы к сожалению в последние пять лет в нашем регионе усилились вирусные заболевания одно из них стриг плоды пораженные этим заболеванием внешне выглядят нормально но внутри них образуется белая плотная несъедобная мякоть если у вас есть такая проблема то выбирайте устойчивые к вирусам сорта и гибриды например с краски белой гибриды иваныч и булат обращая внимание на фантастическую урожайность иваныча до 20 килограмм с квадратного метра немного ниже урожайность у гибридов кокоду и настена до 18 килограмм с квадратного метра но плоды крупнее до 300 грамм обращая внимание на томат настена он устойчив к переувлажнению почвы и к пониженным температурам воздуха не дай бог сбудется прогноз на это лето тогда этот гибрид нас выручит но погода в последние годы богаты на сюрпризы поэтому может быть другая аномалия жара поэтому я бы посоветовал подстраховаться парой устойчивых жаре и засухи сортов таких как боец и полюс эти сорта совершенно не нуждаются вашем уходе и способны дать приличный урожай без поливов есть сорта которые можно выращивать безрассадным способом прямым посевом в грунт в конце мая например сорта земляк и москвич дачник и ямал все эти сорта холодостойкие способны завязывать плоды даже в прохладное дождливое лето посынковать их не надо владельцы теплиц сейчас начали посев огурцов на рассаду у нас огромный выбор портенокорпических гибридов приходите мы поможем выбрать и цветоводов есть чем порадовать пришла большая свежая партия цветов есть много новинок до встречи через неделю и приятных вам хлопот с рассадой центр природного земледелия лариса малайной предлагает семена овощных цветочных зеленых культур м товары озерный сапропель грунты удобрения фитолампы все для выращивания рассады телефон и для справок 9 545 165 2 252 305 а здравствуйте дорогие друзья сегодня я снова нашем новом садовом центре в кромочи зима еще не хочет отступать не сдает свои позиции но мы уже начали работать и ждем конечно тепла вынуждены были даже растений поставить друг на друга видите занимаем все пространство спасаемся от холода и надеемся что это последние дни холодные а с понедельника уже обещают теплые дни до плюс 10-15 градусов и конечно все наши растения перекочует из теплицы на улицу вы видите мы уже высадили большое количество растений в горшке вот и вы просыпается мы их естественно посадили постригли и через месяц я думаю не будет великолепная корневая система и сегодня мы продолжаем знакомить вас с растениями которые мы получили так как в этом году огромный ассортимент я думаю в каждой передаче мы будем рассказывать какие же растения сейчас мы выставляем на нашей территории и как они будут использоваться вот я смотрю очень хорошие здесь можжевельники skyrocket и конечно цена порадует и качество этих растений тоже порадует наших покупателей а здесь вот я смотрю сливы растопыренная нигра с низким штамбом сливы мы уже много год высаживали вы знаете первый раз мы посадили даже десять лет назад нурлате они стали огромными деревьями красными листьями очень красиво смотрится а здесь сделали их на штамбе великолепные липы они мне понравились сформированы очень хорошо с хорошим стволом вы скажете что сосну можно выкопать в соседнем на лесу но ни один питомниковод себе не позволит брать у природы мы должны высеять семена и вырастить сами это некорректно не тактично это непрофессионально выкапывать в лесу а здесь пожалуйста высеяли вырастили питомниководы и мы сейчас их посадили в горшке это быть сосна обыкновенная ох ты а это уже очень большие деревья всем знакомы это тополь черный или тополь пирамидальный прямо упирается в теплицу это проверенные растения именно нашего региона айцперии грибша и моя любимая они уже видите рано просыпаются и цветут самыми первыми в нашем саду это такие белоснежные красивые растения а это рябина плакучие формы привитые я очень их люблю у меня саду тоже есть рябина плакучие но это солитерное растение должно быть отдельно стоящие красивые плакучие формы рябина а вот еще очень необычная береза стволы красные так она и называется березы пурпуре и вот они даже по стволам они отличаются все штамбовые формы а в саду очень востребованы сейчас они как отдельно стоящие солитерные растения красиво смотрятся и в группе если сделано например композиция как ракарий или на альпийской горке тоже хорошо будут смотреться то есть это лиственницы штамбы разные очень много сортов декоративных яблонь плоды у них не очень вкусные но очень красивые яблони чем хороши ранней весной цветут красиво а потом ягоды в течение лета и осенью даже зимой очень красиво декоративные и привлекают конечно птиц а здесь посмотрите у сиреней уже набухли почки они самыми первыми отзываются на солнечные лучи огромный ассортимент много сортов известные белые сорта вот мадам лемуан я смотрю мишель бюхнер очень красивый сорт то есть это уже известные сорта чем же они отличаются от сирени обыкновенной которые растут наших садах они не дают такой поросли то есть это растение уже привитые на дичку сортовые поэтому не дают вот этой поросли просто растут разрастаются цветут и радует каждой весной на своим цветением а посмотрите как красиво смотрится дёрен даже без листьев дёрны у нас с красными стеблями и с желтыми стеблями разные сорта с разными стеблями и они красивы даже на снегу и поэтому выбирают дёрен конечно самый красивый дёрен пестеролисты все его любят элегантисима но есть другие сорта которые красивы своими стеблями именно в зимний период и поэтому выбор огромный мы все растения выставим на нашей площадке территория большая где-то полтора гектара и я приглашаю всех хотя бы посмотреть на всю эту красоту в апреле в мае когда все это зацветет и конечно приглашаем за покупками магазины цветы садового центра веры глуховой в самаре и тольятти предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними кашпо семена овощных и цветочных культур удобрения почвогрунты инвентарь телефон для справок 3310606 3310606 так рассада тянется тянется поможем ей вот сделаем такой экран простенький картон обклеила пищевую фольгу вот он на лампу сейчас подвешу посмотрите как как много сразу дает света вот этот цвет что падает из окна и от лампы отражается и идет на растение но чудо кстати какая разница цветовой поток увеличился чуть ли не вдвое лук попадал пора постричь станет и будет толще постригите лук подкормите и не забывайте на следующий день прорыхлеть он это любит